Принципы — это принципы, а правила — это правила. А закон — это закон. Если ты сейчас внезапно ничего не понял, то законов у нас, разумеется, к счастью, в дизайне нет. Это значит, тебя никто не накажет, если ты покрасишь кнопку зелёным, а не синим цветом в своей фигме. Принципы же исходят от тебя, меня или какой-то там компании, или опять же человека. Суть в том, что это основа, на которой строится правило. И вот правило подразумевает либо внешний авторитет, если ты взялся себе за основу принципа другого человека, или компания, либо если ты сам придумал для себя какие-то дизайн-принципы, то правило — это своего рода ограничения, которым ты следуешь, чтобы соблюдать принципы или нет. Я же сейчас тебе расскажу про правила, которые хорошо бы соблюдать всегда. Неважно, работаешь ли ты долго в какой-то бизнес-нише или сделал кучу макетов по тем же мобилкам, каждый раз твой новый проект должен сопровождаться исследованием и артефактами, которые помогут разобраться в каждой отдельной предметной области или в сценарии в ней. Для создания узнаваемого дизайна мы, дизайнеры, частенько, ну скажем так, добавляем в интерфейс ненужные детали. В результате интерфейс может стать тяжелым для восприятия. Поэтому запомни, минимализм — твой друг, причем лучший друг. Суть в том, что если ты не понимаешь, что такое ПВА или любая другая технология в проекте, то ты не понимаешь, как предложить решение проблемы, собственно, путем проектирования. Поскольку даже не знаешь, что может или не может или не сможет делать будущее приложение технически. И какими инструментами и возможностями, и в том числе и ограничениями, ну ты, собственно, ограничен. Забавно, что ты не ограничен поставить этому видео лайк, соответственно, подписаться на канал, проставить колокольчик, а, соответственно, перейдя по ссылке в описании на мой бусте, ты можешь, соответственно, подписаться на него. За что я скажу тебе большое спасибо, а ты получишь дополнительно контент от меня. Иногда юзерам может быть трудно ориентироваться даже в интерфейсах с предельно простой функциональностью. Поэтому тебе нужно всегда думать о том, как, собственно, оставлять дополнительные подсказки, которые побуждают, так сказать, к следующим шагам на пути к достижению цели юзера. В противном случае твое решение может оказаться, ну, бесполезным для тех, кто не хочет тратить много времени. Хотя люди уже более 10 лет используют сенсорные экраны для взаимодействия с мобилками, некоторые принципы создания интерфейсов устарели. Например, вместо того, чтобы сделать пролистывание экрана удобным, имитируя перелистывание, как в книгах, ну, реальных страниц, некоторые дизайнеры по-прежнему создают кнопки для навигации. Это не очень удобное решение. Добавить стиля, уникальности или декора в мобильное приложение – это, конечно же, здорово. В то же время, это не повод пренебрегать удобством чтения. Поэтому прежде чем создавать уникальный дизайн, использовать нестандартные шрифты и компоновку текстовых блоков, подумай, увеличит ли это все читабельность. Создай интерфейс таким образом, чтобы он реагировал как-то на любое действие юзера. Это поможет им понять, на правильном ли они пути к достижению цели. И наоборот, отсутствие обратной связи приводит некоторых юзеров в замешательство. Если юзеру надо постоянно вводить данные, это вряд ли сыграет на руку. Иногда, ну, это просто неудобно, иногда очень раздражает. Поэтому помни о том, что чем меньше полей нужно заполнять юзеру, тем лучше. Тестируй с помощью специальных эмуляторов, которые покажут тебе то, что видно в продукте на экране твоих юзеров. Ну и не забывай смотреть физические макеты на устройстве. Лучше всего использовать проверенные методы, которые знакомы юзерам типа регистрации через соцсети или электронную почту и тому подобные механики, вместо того, чтобы делать большую форму с нуля. Хотя сегодня актуален GDPR, важно понимать, где находится золотая середина в вопросе персональных данных. Поэтому, когда ты проектируешь интерфейс, в котором могут использоваться персональные данные, подумай о том, в какой момент делать, собственно, запрос на них. Ну, как объяснить юзерам, что будет с его данными персональными и почему это вообще важно для приложения. Очевидно, что интерфейсы от платформы к платформе не должны сильно отличаться визуально в продукте. Вот почему гораздо лучше попытаться создать универсальный дизайн для всех платформ сразу. Важно учитывать негативные последствия, когда что-то не работает или пошло не так. В частности, даже когда юзер твой будет вынужден удалить приложение, ты можешь отправить сообщение о том, что, например, ваша команда или компания все равно любит абсолютно всех своих юзеров. Наверняка ты замечал и сам, что некоторые иконки, указывающие на то, что нужно сделать юзеру, выглядят неоднозначно. Вот почему лучше использовать текст там, где иконка путает, ну или трактуется иначе. Правил может быть больше или меньше. Все зависит от тебя, но вначале придерживайся хотя бы чему-то из этой основы в качестве принципов и ограничений в контексте только что проведенных мною правил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...